Здравствуйте! Меня зовут Людмила Марченко. В эфире Управдом. Программа о самом главном ЖКХ. О благоустройстве улиц и дворов, подъездов и собственных квартир. Настало время быть хозяином в том месте, где мы живем. Какой мусор является коммунальными отходами? Почему образуются свалки из веток, травы и старой мебели в дачных поселках и частном секторе? Куда нести хлам, если рядом нет контейнерной площадки? Все эти вопросы мы задаем, если ведем хозяйство на даче, гуляем в районе парка «Дружба» или живем в частном секторе. К слову, разводить костры и сжигать листву и ветки даже на собственном участке теперь запрещено. Давайте разбираться, как поступать правильно, чтобы не загрязнять природу и не нарушать законодательство. Свалки вдоль дороги рядом с парком «Дружба» стали частью дачного пейзажа. И это несмотря на то, что их регулярно здесь убирают. Но, как показывает практика, порядок продержится недолго. Пока сотрудники специализированной организации грузили все то, что уже не годится для дачной жизни, собственники, не стесняясь, бросали пакеты с мусором, не считая нужным нести их в контейнер. Мы сейчас находимся далеко, практически около плотина. Здесь его все выбрасывают, а до города далеко. До Первомайской площади идти. Тяжело. Контейнерные площадки есть не во всех садоводческих товариществах. Организовать сбор мусора на дачах – задача председателя. Но, как говорится, на ловца и зверь бежит. И наш встречный на велосипеде и есть тот самый председатель. У нас контейнеры должны стоять на территории СНТ. А территория СНТ – это только участки, а все остальное – территория города. Контейнеры в товариществе есть, но вот только разрешение на их размещение на городской земле надо получить в администрации Тамбова. Позапрошлым году нам выделяли, мы покупали контейнеры и ставили контейнеры. Там поставили, здесь мы ставили. Город приезжал, убирал. В том году приехали, сказали, кадастрового номера больше нет. Мы не можем ставить контейнеры. Потому что это городская территория, мы не имеем права ставить на городскую территорию контейнеры. Увозить за собой мусор в город удобно не всем. Да и многие считают это ненужным. Если свалку разобрали сегодня, значит сделают это еще. Пожалуйста, сложная скамейка, куча старого грязного линолеума. Гора стекла и зеркал. Может быть, на самом деле, кому-то это когда-то и может пригодиться. Но в моих планах обустроить здесь зону отдыха. Полгода назад Евгения приобрела на берегу реки дачу. На грядках поднимаются помидоры, берутся за силу молодые посадки. Но первоочередная задача за теплый сезон благоустроить домик и участок. А для этого необходимо избавиться от старого хлама. Вместе с дачей мне в наследство досталась куча всякого хлама в виде старых покрышек, ржавых каких-то инструментов, ненужной мебели. И у меня назрела проблема, как мне от этого всего избавиться. Естественно, к контейнеру я это все не в состоянии донести, да и не понесу. Поэтому я приняла решение заключить договор с оператором по вывозу мусора, которые любезно согласились мне помочь избавиться от всего того, что вы видите. В российском законодательстве есть четкое определение твердых коммунальных отходов. Поэтому то, что под него не попадает, не входит в абонентскую плату, и нести это в контейнеры нельзя. Твердые коммунальные отходы – это те отходы, которые производят наши абоненты в жилище. То есть все, что произведено в местах их проживания. Все остальное, что у нас как бы образуется вне жилища, то, что, как мы называем, древесно-растительные отходы, строительные отходы, это все к твердых коммунальным отходам не относится. Нести такие отходы к контейнерной площадке противозаконно, и за это можно получить штраф. Нужно все, что не относится к твердым коммунальным отходам, складировать у себя на земельном участке. И дальнейший вариант такой. Связаться с организацией, которая может вывозить данный вид отходов, в данном случае это будет Тамбовская сетевая компания, сделать заявку. Мы приедем, вывезем все необходимое, все, что скажет наш абонент. И, значит, заключить договор и совершить оплату за данную услугу. Найти телефон регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, которые оказывают такую услугу, можно в платежке. А чтобы покончить со свалками в парке «Дружба», необходимо скоординировать действия дачников, регионального оператора и городской администрации. Проблема заключается в том, что вообще сами СНТ, они расположены очень компактно, они друг к другу очень близко. И там проблема в том, что там очень узкие проезды. Там спецтехника проехать не может, чтобы непосредственно подъехать к СНТ. Поэтому с администрацией вместе с комитетом городского хозяйства города Тамбова мы этот вопрос прорабатываем, определяем места накопления для нескольких СНТ, устанавливает там садовые товарищества контейнеры, мы заключаем с ним договора и начинаем работу по вывозу. Региональный оператор заверил, что этот вопрос решится в течение недели. Давайте подытожим. Твердые коммунальные отходы – это те отходы, которые абоненты производят в жилище. Вывоз твердых коммунальных отходов заложен в тариф и начисления приходят в платежки. Растительные остатки, строительные материалы и мебель не являются твердыми коммунальными отходами. Для их вывоза необходимо заключить дополнительный договор и совершить оплату за услугу. Программа формирования комфортной городской среды действует пять лет. Ежегодно дворы, прошедшие конкурсный отбор, становятся уютными, красивыми и располагающими к отдыху. В этом году к работам приступили, как только сошел снег, поэтому уже в первых числах лета тамбовчане гуляют в собственных благоустроенных дворах. А мы же с удовольствием наблюдаем, как меняется город вокруг нас. Во дворе дома на улице Николая Верты многолюдная и кипит работа. Остаются последние штрихи. Буквально через несколько дней станет еще уютнее и красивее. Двор этого дома ремонтировали так давно, что жители не помнят, когда в дождливую погоду по нему можно было проходить без резиновых сапог. То, что на данный момент ребята делают, да, это классно, это хорошо. По немножечкам уже мы перестанем в воде купаться, да, когда у нас будут дожди. Нормально можно будет пройти. Это тоже большой плюс. Сумма затрат на новый асфальт – 650 тысяч рублей. Благоустройство дворовых территорий стало возможным благодаря программе формирования комфортной городской среды, которая действует уже пять лет. Ежегодно дворы, прошедшие конкурсный отбор, становятся красивыми, удобными и располагающими к отдыху. У нас ежегодно происходит в администрации сбор заявок на участие в данной программе. Есть определенный пакет документов, он есть на сайте администрации города. И ежегодно, это, по-моему, в сентябре месяце у нас происходит сбор заявок. И на основании рейтинга, то есть там есть обальная система, это возраст дома, подпись жителей, то есть наибольший процент. А также влияет платежеспособность населения по квартплате. И год последнего ремонта покрытия. Если дому больше 25 лет, то шансы пройти конкурсный отбор на благоустройство выше. Торги на подрядные работы в Тамбовских дворах провели еще в прошлом году, поэтому к работам приступили уже ранней весной. Следует особо отметить, что благоустройство заказчик работ подходит комплексно. По всем адресам у нас были направлены запросы по ремонту подземных коммуникаций. С ресурсоснабжающими организациями мы ведем тесную связь и синхронизируем работу. То есть мы ждем, пока они заменят свои сети, после этого только мы начинаем благоустройство. В рамках приоритетной федеральной программы во дворах появятся новые бордюры, свежий асфальт, современные скамейки и урны. Программа формирования комфортной городской среды финансируется сразу из нескольких источников – федеральных денег, областных и бюджет администрации Тамбова. Перед домом жители хотели видеть тротуарную зону, а въезд на дворовую территорию осуществлен от проезжей части и от подъезда к гаражам. А какие-то дополнительные пожелания, например, установка мафов, клумбы, они захотели это? Ну, установка мафов у нас по этой программе идет как о дополнительной перечне работ, требующей о софинансировании жителей. Мы заявки от них собрали. Надеем, что у нас появится возможность за муниципальные средства им дополнительно благоустроить. Несмотря на то, что заказчиком выступает организация долговой центра, которая также и контролирует качество работ, мнения и пожелания жителей не остаются без внимания. И сами жильцы готовы внести свою лепту в благоустройство двора. Учитывая то, что у нас какие-то жильцы есть, они все-таки компаненские, все дружные, но в дальнейшем будет что-то доделано в любом случае. Потому что хочется выйти именно у себя во дворе, посидеть на скамеечке, а не куда-то идти в сквер, в парк, да, а вот где-то здесь рядышком. Все равно наши жильцы до конца доделают в любом случае. В этом году в рамках программы благоустройства в областном центре будет отремонтировано 42 дворовых территории. На данный момент работы в 13 дворах уже завершены. И давайте подытожим. Для того, чтобы принять участие в программе благоустройства дворовой территории, необходимо создать инициативную группу. Это мотор проекта. Группа разработает план двора, определит вид работ и размер участия жителей в проекте. Привлечь экспертов, управляющих компанией, специалистов по благоустройству и общественную комиссию. Создать чертеж. Идеи инициативной группы важно оформить в виде чертежа, на котором отметить существующие объекты благоустройства и новые, которые предполагается создать. То, что мы называем двором, не тождественно понятию «земельный участок многоквартирного дома». У этой территории может быть несколько хозяев. Если двор общий для нескольких многоквартирных домов, для участия в программе требуется проведение общего собрания в каждом из домов. Повестка дня должна быть одинаковой. Если в одном из домов решение общего собрания будет не принято, то дворовую территорию нельзя будет включить в программу. В настоящее время, если родители ребенка находятся в разводе, то для того, чтобы вывезти его за границу на отдых, учебу или к родственникам, требуется разрешение другого родителя, заверенное нотариусом. Получить такое разрешение непросто, особенно у безответственных отцов, которые уклоняются от уплаты алиментов. Так как же организовать поездку, если родитель исчез из поля зрения? Разбираемся вместе с юристом. Здравствуйте. Поговорим сегодня с вами о возможном упрощении порядка выезда детей за пределы Российской Федерации. В случае принятия законопроекта для выезда ребенка с одним из родителей за границу, больше не потребуется нотариальное заверенное согласие второго родителя. Депутаты Государственной Думы одобрили в первом чтении поправки в федеральный закон о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию. Сейчас, если ребенок выезжает из страны с сопровождающим, необходимо оформить нотариально заверенное согласие от обоих родителей или всех усыновителей, опекунов и попечителей. Таким образом, порядок предполагается существенно упростить. Соответствующие изменения вносятся в статью 20 закона о порядке выезда и въезда в Российскую Федерацию. Законопроект был внесен правительством Российской Федерации в декабре 2020 года. Кроме того, законодательная инициатива предполагает, что достаточным условием для выезда ребенка за рубеж с одним из родителям будет отсутствие оформленного другим родителям несогласия на поездку. Как говорится в пояснительной записке, при отсутствии споров по этому поводу, предполагаемый новый порядок существенно облегчит решение вопроса выезда ребенка за границу для значительного количества семей. При этом несогласие любого из родителей на выезд ребенка, согласно одобренному депутатами законопроекту, будет гибким. Можно будет запретить ребенку поездку как во все страны, так и в одну страну и в целый список стран. А если с ребенком едет сам несогласный родитель, никаких препятствий для выезда не будет. Также несогласие можно будет отозвать во внесудебном порядке. Если же такое волеизъявление вызовет споры, то их, как и раньше, можно будет разрешить в суде, в том числе с учетом мнения самого несовершеннолетних. В рамках действующего сейчас законодательства, если один из родителей выразит несогласие на выезд, отозвать его можно только в судебном порядке. При этом запрет распространяется на любой выезд ребенка за границу, а не на конкретный список стран. Ожидается, что принятие данного законопроекта позволит упростить урегулирование вопроса выезда детей из Российской Федерации с точки зрения социально-экономических и иных последствий. Также говорится в пояснительной записке. Кроме того, принятие инициативы позволит во внесудебном порядке отзывать ранее оформленные заявления о несогласии на выезд несовершеннолетнего. В свою очередь, в случае спора в связи с несогласием законного представителя несовершеннолетнего на выезд из Российской Федерации ребенка, вопрос о возможности его выезда разрешается также в судебном порядке. В настоящее время предусмотрено, что в случае, если один из родителей, усыновителей опекунов или попечителей заявит о своем несогласии на выезд ребенка из Российской Федерации, вопрос о возможности его выезда из Российской Федерации разрешается в судебном порядке. И, как всегда в конце программы, полезный совет от Управдома. Отправляясь в отпуск, не забудьте обеспечить своим зеленым питомцем регулярный полив. Если поручить это ответственное дело некому, воспользуйтесь нашим лайфхаком. Нам потребуется бинт и емкость с водой. Причем емкость с водой должна располагаться выше, чем цветы. Наша задача сделать марлевые жгуты. Они будут выполнять роль водоводов. Отрезаем жгут. Обязательно его смачиваем. И опускаем в цветочный горшок. Такая нехитрая система обеспечит регулярный капельный полив вашим комнатным растениям. Ну а на сегодня это все. С заботой о вас, Управдом! Управдом! Продолжение следует...